Насколько же объемной стала вселенная Трейлз? В роли Брейсера нас забрасывала в небольшую страну Либерли, от лица полицейского участвовали в событиях Кросбелла, и, конечно же, действия развивались в неимоверно спорной стране, стоявшей за многими не самыми приятными событиями в Зимурии, Империи Рибонии. Казалось бы, столько разных персонажей, событий и обстоятельств. Может ли нас еще чем-то удивить серия Трейлз? А казалось, может и еще как. К новой ее части, действия которой разворачиваются в Кальварде, я подходил одновременно и заряженным кучей положительных отзывов, которые мне о ней писали в комментариях, и с определенной долей беспокойства. Все-таки пусть Ревери и усостила пилюлю, прошлая арка Рибонии оставила после себя неприятный привкус. Как в этой ситуации воспринялась Трейлз Трудайбрейк дальше в видео. Всем привет, с вами Тринити, приятного просмотра и погнали! Ответить на поставленный ранее вопрос на самом деле легче простого, и одновременно с этим дать конкретику, в которой самая суть, уже не так легко. О чем я? Новая часть этой прекрасной серии получилась и невероятно знакомой, с нотками ностальгии по Кроссбеллу и Скайу, и очень свежей. Это гремучее сочетание нахлынувших старых эмоций и чего-то нового оказалось той еще синергией, которая играет проекту только на плюс. И главное, что заставляет тебя испытать такие эмоции, это атмосфера. Вот это вот едва уловимая, но важная часть игры. И честно сказать, я не понимаю, почему то и дело, играя в Trails True Daybreak, я ловил ощущения, схожие с Кроссбеллом и Скайем, ибо в этой игре тон повествования и сами события колоссально другие. Но старые, полюбившиеся мне части, то и дело, вставали перед глазами. К слову, в тоне повествования произошли самые большие изменения. Он стал намного взрослее и жестче. Играя в прошлой части, у меня уже в голове выстроилось мышление разработчиков. Например, что бы ни происходило, главные герои особо не пострадают. Никто не умрет и даже враги вряд ли погибнут. Хотя с ними и были исключения. В любом случае, смертей в серии не так уж и много. Это были единичные моменты, которые не особо влияли на ощущение, что играешь, во всяком случае, с виду в добрую сказку. Подобное вовсе неплохо, но выстраивает некоторые ожидания. И да, внимательный игрок смог бы найти скрытые темные моменты истории. Но дело в том, что они все-таки были скрытые. Та же история прошлого Ренни не показывалась напрямую игроку. Для того, чтобы до нее дойти, нужно было совершить ряд усилий. В арке Кальварда же эту укоренившуюся парадигму сразу же разбивают. Буквально с первой главы кто-то умирает. Да еще и не какой-то там фоновый персонаж, о котором вскоре забудут. Потом игра еще жестит, еще и еще. На этот раз уже эта темная часть, которая всегда была в серии за определенным занавесом, не скрываясь, вылезает на передний план. Включая бесчеловечные эксперименты, проституцию и определенные трагедии. И это в корне меняет ощущения от игры. Делая ее куда более взрослой. Чего только стоит поход нашего героя в стрипку. И факт того, что при определенных выборах в игре у нас есть возможность убивать врагов. Я так орал, когда представилась такая возможность. Это просто стало последним кирпичиком моего старого представления о серии. Который разрабы с разбегу раскрошили кувалдой. И при этом, вся эта смена тонной игры смотрится максимально органично. Вся подобная жесть, благодаря соломе, которую подстелили в прошлых частях, воспринимается как что-то естественное. Что-то, что всегда было в серии, пусть и не на виду. Еще одним из факторов этой естественности является главный герой Ван Аркрайт. От лица которого нам и предстоит на протяжении сотни часов разбираться с новой угрозой. Главное отличие Вана от прошлых главных героев и героинь, это то, что он не стоит на стороне закона, как это делали брейсеры, полиция и, допустим, военные. Он фиксер, который действует по обе стороны закона, предпочитая находиться между ними. Ван это некий медиатор, который решает комплексные проблемы людей, не способных обратиться с ними к брейсерам или в полицию. Поэтому ему по роду работы приходится быть связанным не только с благородными личностями, но и хорошо знать преступный мир. Плюс у него и у самого, естественно, есть темная тайна о своем прошлом. Будучи медиатором между законом и беззаконием, он также является и медиатором между новым направлением серии и игроком. И выполняет обе эти функции на ура. Неудивительно, что в этой атмосфере зародилась хорошая основная история. Я пока в замешательстве назвать ли ее лучшей в серии или нет, ибо хороших сюжетов в серии хватает. Но что могу сказать точно, так это то, что для меня она ни на йоту не уступает событиям в Скайе и Кроссболе. Все начинается с того, что в агентство по решению сложных вопросов Аркрайда приходит Агнес, школьница с по-настоящему сложным запросом. Она является правнучкой профессора Эйфштейна и по определенной причине хочется получить себе в руки его наследие. Прототипы арменов оставлены ее прадедушкой. Зачем они были созданы и как ими пользоваться, непонятно. Но в его дневнике было посылание, что все восемь генезисов, а так они и называются, должны быть собраны вместе до определенной даты. С этим запросом она и пришла к нашему герою, после чего и начались их поиски. Ван и Агнес быстро напали на след мафии, которая в явно недобрых целях решила использовать эти первообмены. Первообмены, да. Эти первообмены для достижения ужасных целей. Именно в попытке противостоять мафии и заполучить в свои руки все армены и заключается основная история, в рамках которой Аркрайд Солюшн получает новых работников и встречается с кучей колоритных персонажей. И как же хорошо они здесь сделаны. Фальком здесь не только удалось сделать по-настоящему хороших персонажей, но и реализовать классную химию между ними. А это также очень важно. За тем же взаимодействием Аарона и Ферри, которая периодически скатывается в ту еще комедию, очень интересно следить. К слову, о комедии. Фалком всегда умели сочетать напряженные моменты с комедийными, но следы сквозь рассвет – просто вершина этого их навыка. Благодаря более темному тону, напряженные моменты на самом деле являются такими, ибо ты понимаешь, что какая-то жопа может в любой момент соучиться с любым персонажем. В то же время периодические угарные моменты тоже могут порадовать. Обе составляющие реализованы крайне хорошо. Что же касается геймплея, то он также наследует многое из предыдущих игр серии. И это абсолютно нормально, но нововведений тут тоже достаточное количество. Те же доп. задания, которые везде, примерно на одинаково высоком уровне, вне зависимости от части. Здесь плюс-минус такие же, но добавилась новая фишка, которая их обновляет. Этой фишкой является система морали нашего героя. У большинства заданий есть несколько вариантов концовки. Выбирая для нас подходящий, мы как бы изменяем мировоззрение Вана в сторону закона, хаоса и промежуточной стадии. Честно сказать, эти изменения в дальнейшем не так часто влияют на геймплей. Но, к примеру, благодаря определенному уровню незаконных направлений появляется возможность убить врага. Плюс, приятным бонусом у каждого направления является получение сильного холла-кора, который здесь выполняет функцию основного кварца из стали. С этими холла-корами есть определенные проблемы. Но о них чуть позже. Пока же по доп-квестам я не досказал то, что в этой части наверное самый приятный финальный квест. Ради него действительно стоит выполнить все допы. Он, конечно, не дает ничего геймплейна, но чисто для себя он просто топовый. Еще между сюжетными зонами можно, как обычно, развивать связь с ключевыми персонажами. Хотя развивать связь в данном случае не совсем правильно звучит. Бондинги здесь отличаются от прошлых частей. Они не развивают отношения между героями, а скорее показывают персонажей с разных сторон и раскрывают их. И да, называются они здесь вроде как коннект-эвентами, а не бондингами, но название по факту не решает и кому оно нужно. А еще в игре от них романтика не зависит. В целом романтика-то в игре как бы есть, но ее как бы нет. Квану проявляют внимание два персонажа, но он об этом либо не знает, либо делает вид, что не знает. Он в игре тупо гигачат, которому не до любви со своими демонами бы разобраться. А вообще, раз уж я за него заговорил, наверное, именно к нему у меня наибольшая эмпатия из главных героев серии. Пусть он периодически и делает не самые умные поступки, но голова у него варит. За умного персонажа всегда приятнее играть. Плюс ему 24, а большинство его помощников моложе его минимум на пару лет. Поэтому шутки про то, что он старикашка, будут частой темой. И вот в чем прикол. Я в той же ситуации и буквально большинство подобных шутливых панчей испытал на себе. Поэтому как же я понимаю твою боль. Переходим к боевке и всему с ней связанному. Теперь у нас боевая система делится на активную и привычный пошаг. И честно говоря, не то, чтобы я видел большую проблему в активной боевке, но скорее я не совсем понимаю ее необходимость здесь. Дело в том, что она очень простая, примитивная и скучная. Цель активной боевки либо побыстрее убить слабых мобов, либо застанет сильных. Для этого у вас есть закликивание ударов, уклонение и мощный удар, который нужно накопить, либо вовремя уклонившись, либо закликав врага несколько раз. И этого мало. Она просто очень уж скучная. Ты, конечно же, смотришь на нее как на данность, но тебе неинтересно в ней участвовать, а приходится, ибо если перейти в фазу пошагового боя после стана по врагу, то получишь ценные бонусы. И не то, чтобы она сильно раздражала, но приятного мало. Другая ситуация с пошаговой частью. В целом, она работает по таким же схемам, что и всегда, но появились новые механики. И основной из них стал буст, который задействует бонусы холокора, АК основного кварца и позволяет использовать эскрафт. У этого эс-буста есть заряды, контроль которых является дополнительной системой менеджмента. И вроде бы все неплохо, но здесь мне не давало покоя одно но, о котором, впрочем, я уже упомянул. Буст, насколько я понял, задействует бонусы нашего ядра. И первое, сами эти ядра намного меньше влияют на персонажа, чем это было в Стали, где с ними хотелось экспериментировать и находить им балансные сочетания ядра с персонажем. Во-вторых, даже эти самые бонусы, которые еще нужно задействовать, зачастую не самые интересные. Есть, конечно, те, которые повторяют ядра из Стали, но в основном это просто усиление характеристик. И это печально. Однако же, сами бои удались. Драться все равно интересно. Как правило, они недолгие, даже битвы с боссами, и хорошо сбалансированные. В балансе на самом деле удивлен. Всегда было что-то, что его напрочь ломало. Например, в двух или даже трех стилах было ядро Минотавра, которое в руках персонажей с мощным эскрафтом ваншотило почти всех, а кого не ваншотило, можно было добить вторым крафтом. По итогу, весь боевой геймплей превращался в секундный бой. Скаи-щиты были той же самой имбой, хотя пройти там финального босса без щитов я не представляю как возможно. А здесь я подобного не нашел. Может быть, я затупил, но настолько мощной сырной тактики в игре мне отыскать не удалось. Да, можно нехило разогнать те же крафты и магию, но не до невероятной степени. Однако простор в боевой кастомизации отряда тут есть и вполне себе неплохой. Вернулись цепочки кварцев, которые претерпели довольно большие изменения. При сочетании определенных типов кварца открываются эффекты для боя. Например, повышение силы при вступлении в бой, восстановление выносливости после боя, добавление к атакам какой-либо стихии и еще ряд подобных пассивок. При этом у каждой линии армена есть усиленное сочетание, которое значительно влияет на возможности персонажа. Например, можно после кастомагии еще нанести доп. урон особой способностью, добить врага, у которого после атаки осталось немного хп, и еще парочка подобных возможностей. И вроде бы классно, нет, ну классно же! И это на самом деле так, но одновременно с этим есть чувство, что это хорошая заготовка, но не конечный продукт. На эти пассивные эффекты рано или поздно перестаешь обращать внимание. Особые способности, пусть и круты, но их прям, ну очень мало. По одной максимум две на линию. Итого от силы восемь, а скорее даже меньше. И они у каждого персонажа одинаковые. Как-то маловато, особенно учитывая 100 часов геймплея. Каждый раз, редактируя армен, я не мог оделаться от дополнительно по одному двум уникальным способностям. Да, это бы уменьшило свободу кастомизации армена, ибо персонажи стали бы более специализированными, но это явно бы сделало подбору героев отряд интереснее в поиске синергии между этими особыми полупассивными умениями. Этот момент, конечно, немного выбивается из моего, по сути, восхваления игры, но он и для меня выбивался из игры. Однако, на общую картину, его влияние не такое же сильное, ибо того, что его компенсируют в игре куда в большем количестве. Та же музыка здесь отдельное искусство. Да, это не лучшая музыка, которую захочется тут же добавить себе, но при этом она максимально хорошо подходит игре, местам, битвам. Опенинг, кстати, в этот раз тоже очень даже неплох. Новый движок смотрится хорошо. Я как-то видел отзыв на игру человека, который горел с того, что серия в визуальном плане медленно развивается и выглядит некрасиво. И хз. По-моему, различия здесь весьма большие. Даже если просто взять общую картинку, она выглядит симпатичнее прошлой части. И в целом хорошо смотрится. А кроме нее, по-моему, проделана еще огромная работа по режиссуре катсцен, в том числе и боевых, хотя они и редкие. Ну и, естественно, физика груди, куда уж без нее. В итоге же игра очень понравилась. У Trails True Daybreak есть минусы и недостатки, но они зачастую теряются на общем фоне. Даже такие, вероятно, личные проблемы, как неприятный шрифт, к которому далеко не сразу привыкаешь, английский, который в этот раз почему-то значительно сложнее прошлых частей, и периодические вылеты, вот их я вообще не понял, сфигали. В итоге не помешали насладиться прекрасной музыкой, историей и персонажами. И я от себя такого не ожидал, так как это определенный гешталь для меня. Но, видимо, придется качать на следующую часть неофициальную английскую локализацию, которая, насколько я понимаю, сделана нейронкой и немного отредактирована. Ну, что поделаешь. Вторая часть истории Ивана, жди меня. А вам всем спасибо за просмотр. Пишите, как вам эта часть. Почувствовали ли вы прилив веры в серию от нее, или это только моя тема? Вели ли какую-то странную схожесть с Крозвелом и Скайем? В общем, пишите, будет интересно почитать. А еще, начиная с этого видео, я их параллельно буду заливать на ВК, поэтому кому удобнее там смотреть, можете смотреть там. Главное, находите для себя хорошие новые игры, играйте в клевенькие старые, и до скорого во второй части похождения Ивана и Агнес. Главное, чтобы неофициально английский там все не запорол. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok